всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я снова ездила в магазин лента и сегодня кстати магазине было скидка по 30 процентов на весь сыр и макароны но соответственно я конечно же взяла и сыр и макароны про запас вот закупка у меня получилось где-то на 9 чем-то тысяч так что кому интересно продолжайте смотреть и я сейчас покажу что купила так вот такая вот у меня достаточно большая закупка получилась ну такая так начну я вот отсюда здесь у меня лежит мясо значит купила я куриные грудки вот такие на косточки я отделяю отсюда филе и саму косточку пускаю на суп так как у меня в супе не едят мясо то вот для меня как раз самое но дальше взяла куриные ножки у меня сюда последнее время младший сынок полюбил кушать куриные ножки вот ему здесь еще две курицы они были со скидкой не помню уже сколько чек покажу в конце видео дальше я купила фарш вот такой бараний упаковку вот она ответит на 411 рублей за килограмм дальше говяжий 360 рублей за килограмм и свиной не знаю что мама из этого будет делать она обычно смешивает там или не за посмотрим вот если что потом купить рецепт сниму вам так дальше купила вот такие свиной окорок очень мне понравились кусочки это практически без жира два кусочка взяла правда маленьких но хороших так дальше у меня здесь вот макароны взяла когда в ленте есть скидка на макароны я всегда беру обычно каких-нибудь на таких дорогих марок скажем так вот взяла снова вот эти каннеллони потому что у нас там оставались из пачки которые мы готовили в общем еще одну добавок кстати вот эти каннеллони стоят по моему вот этой марки барила сто с чем-то рублей если я не ошибаюсь вот дальше взяла вот такие спагетти тоже так то они в принципе достаточно дорогие в общем это с овощами из твердых сортов пшеницы с добавлением овощей вот такие вот потом взяла вот это кстати марка грант хорошая на нее чтенько по крайне мере в нашей ленте бывает гигантские макароны у меня мои любят такие и также взяла вот эти макарошки такие вот как типа вермишельки вот они кстати очень классно они не развариваются то есть они в супчике остаются вот такими нашим красивенькие превращаются в кашу дальше маме я купила вот такой цикорий новый я такого не видела раньше в ленте вообще обычно вот такие в банках которые как гранулированные вот такой вот цикорий он очень вкусно мне мама его любит но в ленте он бывает вообще крайне редко вот такой марки мам еще не пробовала в общем попробовать сто сто с чем-то рублей помню вот эту упаковочку но очень вкусно он даже я могу его попить но когда мама себя наведет я необычно пью так дальше есть колбасные изделия вот такая колбаска наша любимая дальше сосиски как обычно потом я взяла вот такой карбонат это мясной дом марка и он видите выглядит как балык он очень вкусно я уже как-то давно брала вот тут решила еще раз дальше у меня колбаска вот такая вареная небольшой кусочек вот это папа может нам кстати нравится вот дальше снова взяла вот этот сыр андронова лавка если вы себя нашли уже попробовали напишите как вам нравится он или нет но кстати мама мне говоришь что я вам постоянно рассказываю сама я его кстати не ем надо потому что я не люблю вот такой как это копченый сыр да вот этот иногда могу там кусочек съесть но вот копченый как-то не особо я люблю поэтому я покупаю обычно маме и мужу вот они вдвоем у меня любят этот сыр также они у меня любят вот такой сыр осетинский взяла вот и они у меня любят вдвоем не кстати вкусы сходятся да вот такой сыр он там бывает разный такой зелененький с травами какими-то и еще с чем-то вот он очень вкусно он очень если вы любите вот подобные с сыр и то есть такие мягкие вот рекомендую так и поправить он тоже кстати не дешевый но очень вкусный я такой не люблю и вот такой тоже мы со старшим сыночком единственные любим мазда очень любим вот этот сыр с дырочками просто обожаем вот купила кусочек а также я очень люблю вот такой сыр ореховый написано с каким-то фенгреком каким-то 45 процентов не я не знаю что это такое в общем вот такой вот сырок тоже я его люблю очень дальше купила вот такие хлебцы хрустящий первый раз их вижу с морковкой и томатами не знаю попробуем наверно вкусно дальше у меня здесь хлеб ладушкин оладушкин вы меня поправляйте на самом деле я говорю оладушки но почему-то на камеру звучит как как будто я говорю ладушки но не важно хлеб потом вот такой тоже люблю но это питерское производство и хлебный дом нам тоже очень нравится вот такой взяла молочный геркулес хлебный дом и еще завод есть в москве так потом взяла маленькие ванилин две последние упаковки кстати больше его не было разрыхлитель тесто и три упаковочки дрожжей дальше я обожаю просто вот просто обожала эту лепешку это лепешка узбекская из стандыра я не могу в ленте стоит эта печка у нас и там но не часто он бывает именно что вот я прихожу и там выпекают вот эту лепешку бывает такое что она уже лежит старая вот такая лепешка которая именно вот которые делают на хлебозаводах то есть уже когда промышленного до производства вот она не вкусная вкусно именно когда вот где-то стоит печка и не пекут в общем я туда подошла свежеиспеченных вот таких штучек не было я че там посмотрела слюни выпускала решила что не буду покупать вот а мне молодой человек который там продавал он говорит подождите девушка сейчас есть сейчас я достану будет горячий значит так постояла посмотрела решила не буду я есть булку ничего скоро лето на булке наседая в общем ушла и в итоге он меня нашел врачом не две штуку две штучки вот одну я уже слопала вместе с сыночком в машине и одну принесла домой но когда он не видал она была просто горячая я не знаю вот чем мне нравится эта лепешка это обычная булка с кунжутом или что это да он жутом но я просто ее обожаю причем я люблю ее есть просто так запивая обычной водой это какой-то я не знаю мало кто разделяет мою любовь я имею ввиду из домашних вот к это лепешки меня не понимают дальше купил огород короховый супчик буду варить и купила здесь всяких орешков в супу кстати очень люблю вот такой изюм вот такой именно как желтенький он такой длинненький очень вкусно и вот видите как вот здесь вот но отдельно я его не нашла вот нашла только в смеси такая смесь вот но вот эта семушка она и вся позиционирует как будто бы она типа вся такая натуральная на самом деле добавляет е-катерлан а упаковочка такая что прям прям все натурально но неважно я очень хочу учета вот этот изюм очень люблю поэтому взяла также взяла вот такую смесь у меня любят домашний и вот такие орешки еще что у нас это фисташки соленые тоже у меня мужик обожает вот эти фисташки и дети кстати тоже любят также я взяла вот эти персики консервированные тоже мы с детками их очень любим это для вас прям вкусняшка вкусняшка так дальше у меня здесь молочка молоко обычное масло вот такое вот я очень люблю вот это масло слободана но моей маме тоже нравится я все время покупаю такую большую бутылку удобно что у нас такой ручкой в общем нам нравится взяла первый раз на пробовал такое благодатная ферма кефир это вологодский не знаю что мне кажется я такой не покупала мне мама любит пить кефир поэтому не взяла общем не за понравится не понравится также впервые увидела там вот такой напиток растительные соя ваниль взяла на пробу тоже попробуем никогда до этого не покупала и вот такой на рисовой воде со вкусом кокоса меня кстати муж тоже подобные штучки любят может быть ему тоже понравится также взяла квашеную капусту мы в этом году с мамой не заквасили капусту обычно делаем ее сами ну вот что-то решили знаете как бывает такое вот делаешь делаешь все едят на ура а потом перестают есть вот у нас так было в прошлом году в итоге мама там пол кастрюлю у меня выбросила я говорю в этом году не будем в общем делать с тобой капусту надо отдохнуть но тут что-то всем захотелось поэтому купила вот такую баночку капусты не знаю вкусно или нет будет дальше сметану десятипроцентную как обычно 4 упаковки творога ты скоревского как обычно мама еще из них сырники делает и дальше у меня здесь получается фрукты бананы дальше сливы красные вот появились в ленте я с удовольствием взяла дальше все еще продается хурма я не могла пройти мимо формы я не обожаю мама меняется тоже очень любит это инжирная форма вот такая стоимость конечно не дешевая но должна быть яблочки вот эти яблочки называются голове очень вкусные все такие полосатые если у себя где-то увидеть обязательно попробуйте они не дешевые они всегда столько стоит либо 139 либо 120 рублей но они очень сладенькие у меня вся семья любят эти яблоки дальше мандаринки взяла вот по 60 ну считайте 59 рублей они были огурчики упаковку весовые огурцы все еще весовые огурцы все еще мягкие всем поэтому взяла такие также взяла два перчика красных последнее время чтобы я стала любить перец просто покушать и взяла помидорки черри вот такие сливовидные обычные помидоры мне тоже не хотят есть поэтому взяла черри через удовольствие здесь взяла что это 5 килограмм картошки на развес картошка тоже какая-то была вся плохая полу гнилая поэтому взяла мешком вроде бы ничего и здесь у меня три десятка яиц как всегда кошачьи пакетики тоже как всегда взяла туалетную бумагу я правда недавно покупала у нас еще не закончилось но я чудо тут не знаю зачем я схватила короче спать также я взяла вот такую муку она моей маме очень нравится но это опять же ладушкин это опять же питерское производство я не знаю возят они куда-то кроме питера вот но маме очень нравится вот эта блинная мука она меняю все время просит покупать вот и в общем она и любит час по составу интересно на как вот ее состав мука пшеничная первого сорта сахар сыворотка молочный разрыхлитель соль порошок яичные вот это вот не знаю что это такое вот ну маме она очень нравится если вы из питера я не знаю или если вам поставлять вот такую муку именно вот этой марки оладушкин то обязательно купите попробуйте она есть маленькой упаковки 500 грамм я вот беру обычно большую такую коробочку кстати коробочка очень удобно дальше кофе мне очень нравится вот это кофе вот это марки я правда не знаю что это за марка такая но у них раньше было всего вот этой марки всего два вида кофе одна с такой зелененькой девушкой но не такая зеленая как-то чума по-моему называется да вот и с коричневой такой сейчас вот появилась но новиночка вот такая очень взяла попробую но кофе вкусно вообще от этой марки ну и сок томатный муж у меня любит яблочный и персик яблоко вот такой вот вот такие вот у меня были покупки сейчас покажу вам чек так вот показываю чек значит мука блинная видите 92 рубля сразу отвечу зачем такая мука у нас бывает такое что закончится хлеб или там допустим не знаю все общем заканчивается мама тогда берет вот эту муку и печет блинчики в общем пока я там магазин еду вот так что что да вот видите сыр осетинский 66 рублей до 30 процентов была скидка на сыр и все вот яблоки видите по 139 рублей но я уже показала да вот каннелуни видите сто очков 11 рублей они даже сто пятьдесят девять рублей без скидок эти они принципе не дешевый но вот эти борелла хорошие они маме нравятся вот и и того у меня сумма получается девять тысяч восемьсот шесть рублей вот и скидка 2 600 вот такие вот у меня были покупки в магазине лента и кстати у меня вот это вот история с тем что когда что-то перестают есть я просто перестают и долгое время покупать а потом покупаю и кушают уже в охотку кстати то же самое у меня будет с кабачковой икрой я в следующем году и делать не буду потому что в этом году и и практически у нас никто не ест точнее едим мы с мамой муж никто больше не хочет есть точнее даже сказать мама там мне есть эту кубачковую икру больше никто и она уже ей тоже поднадоела зато заквасим следующем году но я имею до осенью до заквасим капусту потому что в этом году мы без капусты вот потому что в прошлом году я говорю пришлось выкинуть маме где-то пол пол кастрюли точно она выбросила никто потому что не захотел есть вашу капусту вот это сделаем капусту а кабачковую икру уже делать не будем так что вот так вот я надеюсь вам понравилось такое видео было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч